Древние армянские территории заявил, что древняя армянская земля опять отошла к каким-то дикарям, очевидно, имея в виду конкретный народ, так как депутат использовал междометие «опять», что означает, что вот вновь древний армянский Арцах опять перешел к каким-то дикарям, которым он принадлежал раньше и которые опять его забрали себе, чтобы творить бесчинство. А Арцах мог принадлежать только одному народу в регионе – это азербайджанцы, которые вернули его себе обратно опять. Но, видимо, депутат не учел одну вещь, что армянская пропагандистская машина работает в одну сторону. Она использует всю его поддержку армянскому народу против него же самого, используя его как болванщика и выставляя на различных азербайджанских ресурсах как подтверждение. Вот, мол, видите, даже депутаты России говорят, что Арцах – это древняя земля Армении, а вы, кто забрал ее у нас, – это дикари. Конечно же, после такого резонанса депутату Милонову пришлось как-то оправдываться, но своими оправданиями он сделал еще хуже, заявив, что он имел ввиду турецких террористов. Хороший ход, чтобы еще больше раскачать ситуацию. Объединенная турецкая, игиловская, ну и чуть-чуть азербайджанская группировка наступала. И для меня, конечно, это не может быть простым геополитическим событием, неким вооруженным конфликтом, в которых я бываю периодически, посещаю эти зоны. Для меня, конечно, это боль моей души, которые сейчас считают возможным глумиться над древними хачкарами, над захоронениями, которые воюют даже с трупами, которые лежат на кладбище. И это не может не печалить, это действительно для меня большая трагедия. Как будто это моя родина сейчас оккупирована вот этими турецкими террористами. Напомним, что даже Европа, в которой влиятельное армянское лобби, не нашло доказательств военного присутствия турецкой армии во время войны в Карабахе, а тем более ИГИЛа. Милонов, какими часто бывают депутаты, популист. Ведь когда он говорит, что воевали турецкие террористы и игиловцы, и чуть-чуть, малая часть азербайджанцев, то если спросить его, а каким образом тогда погибло, считает три тысячи азербайджанцев. Или это были турки, или игиловцы. Другими словами, то, что утверждает Милонов, это просто клевета. А вот за деньги или по собственной некомпетентности, этого мы не знаем. А тех, кто надругался над могилами, предали суду и правильно сделали. Но в масштабах армянского вандализма азербайджанские вандалы точно не сравнятся. Арцах стал той точкой, с которой, наверное, начинаются большие геополитические изменения в нашем мире. Арцах стал первой точкой агрессии великого, в кавычках, пан тюркистского завоевателя. И Арцах стал первой жертвой этих амбиций. Амбиции, которые распространяются далеко за пределы, конечно, Баку, да даже просто и Анкары. Это амбиции, которые хотят сделать южную великую Османскую империю. И эта темная сила, один раз уже принесшая поле страдания народам Европы и Азии, эта темная сила сейчас хочет восстановить хоть какое-то былое величие. Удачно мимикрируя под геополитические задачи иных государств мощных, Европы и Америки, они еще получают эту поддержку и мандат на полный беспредел. Здесь депутат манипулирует. Полный беспредел – это то, что, согласно международному праву, Карабах всегда являлся территорией Азербайджана, но был оккупирован террористами в течение 30 лет. А Европа просто молчала. Вот это и есть полный беспредел. А если размышлять в ключе, кто и когда где жил, то тогда начнется Третья мировая, так как у каждого народа и страны есть территориальные притязания. Но благодаря верховенству международного права эти войны не начинаются. И согласно международному праву никакого Арцаха не существует. И народ готовы были сделать все, что можно, для того, чтобы защитить территорию. Но им нечем было воевать. Нечем. К сожалению, так получилось. Я не могу сейчас. Это не моя. У меня нет на это прав сейчас обсуждать ошибки и просчеты руководства, какого бы то ни было, не российского. Но, конечно, солдаты и добровольцы, и защитники Арцаха были брошены со стрелковым оружием против высокотехнологичного оружия Турции, Израиля и прочих стран. Как это нечем было воевать? Разве Россия не поставляла в течение 30 лет оружие? Даже бывший министр обороны Армении Давид Танаян сам сказал, что Россия постоянно помогала и поддерживала во всем Армению, в том числе и во время войны. Танаян постоянно был на линии и консультировался с министром барона России Шойгу касаемо военных действий. А то, что не было высокотехнологичного оружия, то это, наверное, говорит о ложном единстве Армении и так называемого Арцаха, который, судя по всему, Пашинян и его хозяева решили просто слить, как лишний балласт. Дороги, инфраструктура, там еще новые здания и сооружения станут просто бесполезны, если они будут оккупированы азербайджанцами или турками. Просто это нужно тоже понимать. И потому что каждый день сыны и дочери Армении гибли в этой жуткой бойне. Они не могли даже сопротивляться, потому что они с оружием ничего не могли сделать со своим против высокоточных турецких беспилотников, израильских беспилотников и баллистических ракет, которые используются. Я сам это все лично видел. Конечно, мне кажется, я, опять же, я не руководитель страны, мне кажется, что против этих беспилотников у Армении не было своего вооружения. Нужно было немедленно просить, мне кажется, опять же, помощи у ваших добрых соседей. Надо было просить, потому что это была не военная операция, не военные против военных, это была операция военных и против мирных жителей. В Арцахе гибли обычные мирные люди. Мир увидел, какая инфраструктура была в Карабахе, что кроме Степанакерта ни одного живого места не осталось со времен Советского Союза. А про каких добрых соседей говорит депутат Милонов. Добрых соседей у Армении не осталось, но есть дальние родственники в России и в Европе. И России достаточно помогала Армении в вооружении. А что, мирные граждане Азербайджана не погибали от российского оружия со стороны континентальной Армении? Опять складывается впечатление, что депутат просто занимает конкретную позицию определенных людей с определенной выгодой. Давайте посмотрим внимательно, как будут развиваться события сейчас на территории. Как там сейчас уже уничтожаются культурные ценности, как церкви и соборы, которые имеют историю, не знаю, в 10 раз большую, чем история вообще в принципе этой территории под названием Азербайджан. Это малое, в общем, новое государство. Его не было никогда, этого Азербайджана. Не было. Были разные там провинции и так далее. Азербайджана не было. Это надо признать. А церкви там христианские стоят уже почти два века. Ну там полтора... Ой, не два века, а два тысячелетия почти что там. Ну полтора точно стоят. Отсюда вывод. Кто коренное население там? Кто имеет право на эту территорию? Ну ладно. Были так получилось, так получилось. Но я не могу себе представить, чтобы взять и вот так вот эти степанакерты отдать на растерзание этим агрессором. У нас уже был сюжет о том, что так называемые армянские церкви Арцаха на деле являются либо бывшими албанскими, либо бывшими православными храмами. А касаемо двух тысяч лет, то столица так называемого Арцаха называется Степанакерт в честь армянского коммуниста Степана Шаумяна. А до этого город назывался по-азербайджански Ханкэнди. А вот до Ханкэнди никакого армянского города и столицы Арцаха не существовало. В заключении можно сказать, что не важно кто и что говорит, когда есть международное право, закон и факты. И любая ложь рано или поздно разоблачается. А если ложь упорствует, то разбивается об эрактары.